здравствуйте уважаемые друзья сегодня я хотел бы вам предложить связать имитацию рака для того чтобы приступить к вязанию нам необходимо изготовить пару клешней для этих целей я взял хвост лисы вы можете использовать любой какой у вас будет подходящий мех или же перо как многие делают но так как у меня есть такой материал значит я буду изготавливать его из своего такого материала для начала мы возьмем закрепим иглу к игле мы теперь будем с вами крепить наш мех берем и просто одеваем на иглу раздвигая слегка волосы для того чтобы добраться до места крепления добрались посмотрели какой величины будем делать клешню приблизительно вот такой будет мне достаточно и вместе где мы будем изготавливать нашу клешню имитацию делаем три четыре пять сколько у нас получится оборотов вот у нас кисточка уже для клешни готова и на этом же месте мы сразу делаем завершающий узел аккуратно чтобы она у нас сильно не прокрутилась вот так обрезали для формирования клешни нам необходимо взять промазать хорошо место где мы с вами проматывали сняли посмотрели и вот я изготовил аналогичную уже такую клешню и мы под нее сейчас подклеим плоскость в которой она у нас будет находиться то есть и беру просто с одной и с другой стороны мех смазывая клеем промазали все через бумажку продавить нам надо наш клей и оставить вот в таком плоском состоянии чтобы наш клей прихватил считайте что уже наша клешня готова вот я подготовил крючок огрузочку сделал снизу и еще дополнительно промотал свинцом для того чтобы у меня крючок шел жалом вверх у меня правило использовать те материалы которые в принципе то всегда есть под руками вот у меня была такая не знаю что тут крепилась на этой лесочке я буду использовать в качестве глаз если у вас такой возможности нет возьмите другую леску возьмите можно взять вот перо оборвать полностью и саму ось закрепить в качестве усиков но для прежде чем крепить усики мы с вами сделаем начало то есть там где у него будет ротик небольшой 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 шарик с вами сделаем дабинг мы который вычесывали с нашего лисьего меха не выбрасывали и теперь его используем в дело прямо под загибом вот в этом месте я делаю шарик и крепим наши усы сразу задаем им направление вот так немножечко поджали и вверх это потом можно будет подогреть и поставить так чтобы они стояли как положено добавляем клей и здесь так как это у нас еще не покрытая панцирем часть я проматываю даббингом готовлю место для крепления наших глазок вот так возьмем захватим их прищепочкой чтобы они мне не мешали и я подготовил на леске уже пару глазиков обыкновенные бусинки которые я нашел стеклянные и с них мы будем изготавливать с вами глазки но так как у нас уже будет идти дальше панцирь я взял полосочку вот такую отрезал полиэтилена изготовил ее вот такой формы и и креплю на месте нашего даббинга на месте нашего даббинга вот так чтобы мы могли потом накрыть с вами наш панцирь с головой подготовили здесь добавляем я буду комментировать в принципе то в процессе вязания будет видно то что я хотел сделать добавляю даббинг и креплю глазки и креплю глазки вот он это выглядит приблизительно вот так подравняли длину подравняли их положение чтобы они были симметричные добавим клей и уже окончательно промотаем промотаем даббингом вот мы подготовили нашу голову с глазами выглядит это вот так теперь нам надо закрепить наши две пары клещней для этого мы подбираем так чтобы как у нашего живого рака было с одной и с другой стороны и крепим наши клещи так и вот и Обратите внимание, я креплю вдоль тела. Так же и вы старайтесь, чтобы не перекручивать, не мех, ничего, закрепить клешню вдоль тела. С одной и с другой стороны. Если мех мешает, как вот у меня, я беру, просто его отрезаю. И прихватываем с одной и с другой стороны. Вот приблизительно вот так. Вот мы с вами закрепили клешни. Я дополнительно закрепил леску для сегментации тела, установил лапки из силиконовой резинки и промотал тело даббингом. Теперь нам остается только лишь натянуть вот так чехольчик и закончить нашу мушку, то есть рачка. Выглядеть он будет приблизительно вот так. Вот я закрепил сверху чехольчик, подкрасил его коричневым цветом и слегка подогнул лапки. Вот у нас вышел вот такой рачок, который с успехом будет брать в качестве приманки любая рыба, даже карп. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. До свидания.